Парковка у детской областной больницы в Иркутске забита новенькими авто. Все они предназначены врачам. Эта Нива только сошла с конвейера, а уже завтра на ней медики смогут быстро и с комфортом добраться до пациентов в сёл Нижнее Лимского района. Главный врач Железногорской больницы не скрывает эмоций. Им передают сразу три машины высокой проходимости. Для просёлочных дорог – лучший вариант. На сегодняшний день мы получаем три автомобиля, которые будут предназначены для обслуживания жителей отдалённых посёлков, которых автомобилей никогда в истории не было. То есть это вот такой исторический момент. Два посёлка построены, новые ФАПы в 2020 и 2021 году. Это посёлок Сунцгород и посёлок Заморский и посёлок Радищево. Ну то есть население довольно. Ключи врачам вручает губернатор Игорь Кобзев. Вместе с тем даёт наставление. Качество оказания медпомощи должно повышаться в территориях. Правительство со своей стороны делает всё возможное даже в условиях санкций и удорожания. Эти 74 автомобиля удалось закупить с завода по старой цене. Здесь 42 внедорожника и 32 легковые машины. Довольные медики сразу рассматривают авто. 62 из них поедут по районам, а 12 предназначены для хосписов. Наша задача с учётом эпидемии мы показали, что оперативность должна быть высокая. Эти автомобили возможно сегодня медицинскому работнику в кратчайшие сроки прибыть тем, кто в этом нуждается. Я считаю, что это главная задача. Ну и самое главное – это федеральный, вернее, национальный проект здравоохранения. Модернизация первичного звена. Мы планируем приобрести более 300 автомобилей. Финансирование включено. Поэтому будем дальше включаться. 300 автомобилей – это перспективный план. А вот ещё 12 авто планируют закупить в ближайшее время. Мадина Халикова, Артур Ощупкин. Новости сейчас.